Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я отвечу всего на один вопрос, который был задан в интернете. Надо ли рассказывать о своих целях? И надо ли их манифестировать, и каким образом их достигать? Вообще, целеполаганию я планировала посвятить отдельный материал, потому что это реально очень большая тема, и очень важная тема. Это попытка, по сути дела, осознанно смоделировать свою реальность, свою жизнь. Это первые шаги. Вот как дети учатся ходить, так и люди учатся осознанно выстраивать свою жизнь. И это прекрасно, когда целеполагание уже существует, присутствует в жизни человека. Это попытки осознанного восприятия реальности. Так вот, все, что касается заявлений во многих практиках, существуют сегодня такие утверждения, когда говорят, поставил цель, расскажи людям, максимально донеси людям об этом, проманифестируй это дело. Дело в том, что манифестировать-то можно по-разному. И я уже говорила, что во Вселенной нет крайностей, есть золотая середина. Она всегда, везде присутствует, во всех практиках. Когда мы говорим о манифестации, о том, чтобы рассказать другим людям, вот представьте, как работает сам механизм. Для того, чтобы что-то материализовалось, надо приложить усилие, надо создать силу намерения. Сила намерения предполагает концентрацию энергии. Так вот, концентрация энергии предполагает, что энергии будет достаточно для того, чтобы что-то пошло на материализацию. Вот смотрите, когда вы много рассказываете кому-то о том, что вы поставили целью, вы эту энергию расплескиваете. Вы ее не концентрируете, а наоборот распыляете. И таким образом достижение цели становится более проблематичным. Так вот, если исходить из этих энергетических принципов, из тонкоматериальных принципов, то о цели говорить нежелательно. Но бывают такие моменты, когда вам наоборот надо привлечь внимание, привлечь ресурсы материального мира для того, чтобы узнали об этом инвестора, чтобы заявили об этом СМИ, чтобы было привлечено внимание людей, которые сбросятся на ваши идеи, ваши мысли. Тогда в какой-то дозировке, грамотно продумав стратегию, об этом говорить надо. То есть каждый раз, когда мы выстраиваем цели и полагания, мы везде, везде в жизни ищем золотую середину. Именно в золотой середине находится правда. Более того, еще один момент, на который обращу внимание. Цель не должна быть оторвана от материальной реальности. Когда вы можете заявлять о том, что вы хотите на Марс, но у вас нет корабля и у вас нет финансового потенциала, построить этот корабль и сделать этот шаг, сколько бы вы ни заявляли, это не материализуется. Но если вы грамотно простроите само движение к этой цели, то вы четко поймете, что самая недостижимая цель может быть достигнута. Если она привязана к сегодняшней материальной действительности, и надо сделать какие-то шаги по изменению этой действительности, вполне реальные шаги, осязаемые шаги, материальные шаги, то таким образом, когда цель привязана к материальному миру, она имеет право на воплощение. Ну вот как-то так. Если вам интересно отследить, как самые сумасбродные цели грамотно привязываются к материальному, и как грамотно они подаются в общество, вот просто рекомендую, посмотрите ролики Илона Маска. Вот просто каждый раз, когда я смотрю их, я просто получаю удовольствие. Удовольствие от того, как качественно, как грамотно, и с точки зрения экстрасенсорики делаются шаги вперед. Спасибо. С вами была сегодня я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok